Но! Нас мало, но мы в тельняшках! Всем привет! С вами Таня Генерал! Очередной выпуск iHerb по воскресеньям. Сегодня с вами посмотрим распаковку очередной маленькой посылочки. Главной целью этой посылки было получить один волшебный инструмент для массажа лица. Все остальное там было просто для того, чтобы дополнить какие-то закончившиеся запасы. Это в первую очередь чай. Да, чаю я пью много. Как много уже раз вам рассказывала, человек из Сибири просто не может жить без чая. В первую очередь это был чай уже полюбившийся мной марки Saint Dalfour. Самый мой первый чай из этой марки был вишневый. Он был самый прекрасный. Черный чай, не очень крепкий, с очаровательным вкусом вишни, который улетел просто на раз все 12 пакетиков. Но, к сожалению, они прекратили этот чай поставлять и изготавливать. Поэтому следующим был клубничный. Клубничный в прошлой посылке уже весь выпит, к сожалению. И я решила попробовать персиковый. Оказалось, что персиковый не самый лучший вариант. Абсолютно не чувствуется никакого вкуса персика. Просто приятный, мягкий, тонкий черный чай. Но заказаны две пачки. Будем пить. Для тех, кто любит не очень крепкий чай, с тонким ароматом, с некрепким запахом. Вот это вот для вас. Вторая тема. Чай с имбирем. Имбирь, кроме того, что он является природным антиоксидантом, природным антибиотиком. Очень я люблю вот этот терпкий, чуть-чуть островатый вкус в чае. Еще имбирь очень хорошо регулирует пищеварение. Если у вас бывают несварения желудка, какие-то неприятности, что что-то не то съели и начались рези в животе, расстройства желудка. Имбирь ваш самый первый друг. Я на Айхерби заказываю имбирь в виде конфеток, которые я бросаю в чай, они растворяются. У меня есть порошок имбиря. И вот еще чай. Вот этот чай, посылка пришла 4 дня назад. Чая осталось, сейчас я вам скажу, сколько. Всего три. Вот всего три пакетика. Он настолько вкусный, он бескофеиновый. Основа у него черный чай, но бескофеиновый. И очень четкая пропорция имбиря. Не просто какой-то неуловимый вкус. И не такая, что прям, знаете, как молотком по голове. А тонкий, вот как я люблю, след имбиря чувствуется. И если вы любите комбинацию имбиря с чем-нибудь еще, можно бросить туда клубничину, можно бросить туда грейпфрут в этот чай. Вы можете бросить туда размятые ягоды, любые, какие вы любите. Или добавить немножко сиропа агавы или тростникового сахара. Чай просто пить и упиться. Вот у меня осталось всего три. Надо скорее заказывать новый. Еще в этой посылке приехала специальная модная хороводная расческа. Актуальная для всех тех, кто пользуется масками для волос, кондиционерами для волос. Особенно, если у вас волосы чуть длиннее, чем у меня. Предположительно, эта расческа помогает, когда вы в душе сразу после мытья головы наносите кондиционер. И она помогает распределять его по волосам лучше. И при этом делает массаж. Видите, вот такие толстые зубчики. И удобный такой вот крючочек, чтобы повесить в душе. Клевая расческа, стоит полторы копейки. Будем тестировать, будем пробовать. Вот, пришел хозяин кресла и говорит, мать, ты что здесь делаешь? Дильда, дильда, дильда. Всегда приятно, когда кошка появляется в кадре. Ну, а теперь, собственно говоря, к главному герою этой посылки. Этот предмет называется скребок гуаша или гуаша тул. И представляет из себя кусочек натурального опала или розового агата. Да, здесь даже на коробке написано на самом деле. Вот такого вида. Пришел он вот в такой красивой коробочке. Не знаю, как они умудряются сохранять такую низкую цену. Стоит все это дело 20 долларов. Отличный подарок. В форме почти сердечка. И это кусочек натурального камня. Видите, как он ловко сделан для того, чтобы охватывать все необходимые части нашего лица. Этот инструмент решает главную проблему самомассажа. Это регуляция давления. Как вы знаете, самая главная сложность в самомассаже не передавить, не растянуть, а создать необходимое давление. Так вот, именно этот инструмент эту проблему и решает. Я параллельно с ним заказала еще и маслице от марки Trilogy. Но на самом деле я его заказала просто потому, что на него сейчас акция. И это масло шиповника. К сожалению, мне оно не очень подошло. Я люблю, чтобы пахло. Поэтому в основном все массажи я делаю с моим любимым кокосовым маслом. Или с маслом, который у меня остался еще с прошлого года из серии, когда я использовала тройную систему. Это голубое масло, тоже хорошо пахнет, достаточно жидко и легко наносится. И серьезно успокаивает, смягчает, разглаживает. Три таких вот масла. Ну и наконец сам по себе скребок. Как видите, у него три грани. Вот эта грань позволяет хорошо проходиться по всем зонам, большим и широким. Щечки, шейка и даже иногда лобик. Видите, как она выгнута? Она позволяет делать размашистые, плавные движения. Совершенно равномерное давление. И вы не передавите, ничего не растянете. Вот эта выемка позволяет делать массаж всех наших уголков. Вот таких уголков. Вот таких уголков. И еще я ее использую как точечные, вот так, когда делаю вокруг глаз. Массажечек. Массажечек вокруг глаз. Ну и вот эта грань, она тоже для более мелких участков, которые вам хочется проработать дополнительно. Общая идея этого массажа абсолютно такая же, как и любой другой массаж. Массаж делаем от центра к краям. Повторяем каждое массажное движение 12 раз. Ведем плавно, равномерное давление. И, конечно же, как я всегда говорю, регулярность и последовательность. Нет никаких секретов, нет никаких каких-то специальных, особенных техник, которые раз и все вам изменят. Регулярность и последовательность. Каждый вечер очищаем лицо. Берем горячее полотенце. Прикладываем, снимаем все, что осталось. Открываем поры, еще раз прикладываем, еще раз открываем поры. Потом наносим любой из наших маслечек. Кокосовое самое лучшее по-прежнему. Говорят, что косметологи не рекомендуют кокосовое масло для лица, потому что оно комедогенное. Но все лица разные. Мое лицо реагирует на кокосовое масло просто идеально. И после того, как нанесли это маслечко, не забывайте, что нужно принять положение практически лежа. Если есть интерес, вы дайте мне знать. Я вам запишу отдельное видео, как я делаю этот массаж. Я использую валик для шеи. Я на него ложусь. Это дополнительный массаж еще шеи. То есть у меня получается вообще голова вот так вот наклоненная назад. И начинается волшебство. Делайте в любой последовательности, как вам нравится. Из-за того, что это натуральный камень, он достаточно быстро нагревается. Он становится теплым. Но если вы его оторвете от лица ненадолго, он снова становится прохладным. То есть у вас есть возможность делать самые разнообразные манипуляции с вашим лицом. Как холодным, так и горячим, теплым. И просто потом вот такими вот движениями в одну сторону, в другую, в третью. Эту галочку можно использовать также и для шеи, когда вы делаете не ровное давление, а вот такое точечное. Эту галочку можно использовать вот здесь, зона вокруг глаз. Эту галочку можно использовать вот здесь. Можно просто фантазировать. Это просто инструмент невероятный, невероятный. И вот это вот сердечко, оно стало моим самым любимым инструментом для массажа. производители позаботились о нас с вами и вот здесь на коробочке разместили инструкцию о массажных линиях но как я уже говорила ничего нового они не изобрели все уже давно давным все узнанное изобретено главный принцип это действовать от центра лица к краям повторять несколько раз воспроизводить движения круговые делать надавливание потом отпускать и продолжать это делать ежедневно в дополнение к этому инструменту я использую еще парочку трюков которые я выучила в китайском салоне массажа куда я ходила пока весь этот трынец не случился мне очень понравились эти действия их теперь тоже делаю это уже без инструмента когда у вас масло нанесено вы разогрели лицо уже промассировали во-первых берете вот так кулачками и вот здесь вот в зоне где у вас кончается скула вот эти вот щечки ваши вот так кулачками разминаете их по кругу в одну сторону прям чувствуете как там все вот прям разминается вокруг ощущения уходят аж до самой макушки попробуйте в одну сторону и в другую очень хорошо разминается вот эти мышцы скулы очень хорошо разминаются и ослабляют все наши зажимы и вторая фишка это наши височки 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 сюда мы просто вот так открытыми ладошками сдавливаем нашу головеночку и также в одну сторону и в другую в одну и в другую повторяйте столько раз сколько вам хочется поверьте мне как только вы попробуете и начнете вас потом будет не оторвать не переусердствуйте так как здесь мы с вами не используем наш инструмент мы делаем это руками поэтому сконцентрируйтесь не на том чтобы растягивать кожу а на том чтобы продавить и промассировать ваши мышцы о самое главное забыла после прошлого видео много задавали вопросов о скрабе для губ он у меня конечно не в этой посылке он у меня уже наверное полгода он представляет из себя крем с сахаром пахнет розой и наносится он по самому простому принципу на самом деле с этой баночкой шла такая маленькая ложечка но она где-то у меня потерялась поэтому я делаю это пальцем и каждый вечер после того как вы почистили зубы и проделали все манипуляции с лицом просто наносите жирно на губы и вокруг губ и проходитесь массажными движениями в одну сторону в другую сторону по кругу и все такое из-за того что там вот этот вот сахар он хорошо массирует губы отшелушивает очень приятный на вкус казалось бы косметика очень приятный на вкус губы остаются нежными увлажненными отшелушенными и все такое вот это тоже поставлю в ссылку в описании ну и на этом у меня сегодня все спасибо что посмотрели любые вопросы в комментариях не забывайте при заказе указывать мой промо-код те эти 1504 заглядывайте на мой специальный аккаунт на инстаграме где я пишу про мои покупки на хербе у айхерба постоянно идут какие-то акции особенно в это непростое время много сейчас жалуются о том что нет доступа из россии не забывайте ставить эрю перед тем как использовать мои ссылки мне к сожалению отсюда из америки не получается делать правильные ссылки поэтому если у вас что-то не срослось попробуйте поставить эрю перед началом ссылки оставайтесь со мной приходите следующее воскресенье будем говорить о массаже и о притирках и о комплексе ухода за лицом потому что вот это вот все да генетика это хорошо но само к сожалению оно ничего не происходит я вас всех люблю оставайтесь здоровыми оставайтесь бодрыми пока пока